Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. С набережных уберут прокат самокатов. Об этом стало известно во время обхода главой Сочи пляжей Хостинского района. В Сочи задержали водителя-наркомана. Инспекторы остановили машину для проверки документов, а там сюрприз. Сегодня в Сочи встречали гостей из Сербии. Погостить на курорт приехали лучшие ученики республики. Сочинцы оценили лучшие экологические проекты. Праздник, посвященный чистому и здоровому будущему, приурочили ко Дню эколога России. Генеральная прокуратура взяла под особый контроль мусорную реформу. Соблюдение законности при переходе на новую систему обращения с отходами обсудили в Ростове-на-Дону. Генпрокурор России Юрий Чайко провел совещание с представителями четырех федеральных округов. Участие в заседании приняли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и главы регионов, в том числе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. С января ответственность за обращение с мусором перешла от мелких компаний к крупным операторам, отобранными местными властями по конкурсу. Отдельный вопрос на совещании – тарифы и нормативы за сбор твердых коммунальных отходов. Цена за вывоз ТКО может в разы отличаться на соседних территориях. Издаваемые органы власти правовые акты в том числе и устанавливающие тарифы в этой сфере, на многих случаях, приводились в соответствии с законами лишь после вмешательства. Для регионов вопросы сбора, захоронения и переработки отходов являются наиболее острыми. Это связано с большим объемом образования и наличным застарелым проблем функционирования паниконов в крупных городских обнагазиях. Полностью на новую систему обращения с отходами в стране перешел 61 регион. На Кубани ежегодно образуются около 3,5 миллионов тонн отходов. Для Краснодарского края важнейшая задача – не допустить повышения тарифа для населения, отметил губернатор. Сейчас в регионе действуют пять мусоросортировочных комплексов. В перспективе также планируется строительство семи мусороперерабатывающих заводов. Уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Одна из основных целей мусорной реформы – довести уровень переработки отходов в стране до 60%. Сейчас этот показатель не превышает 8%. Больше полутора миллионов гектаров зерновых и бобовых на Кубани готовятся к уборочной кампании. Уже совсем скоро в поля выйдут техника и люди. В Краснодарском крае рассчитывают собрать зерна не меньше, чем в прошлом году. Аграрии рассказали губернатору и спикеру регионального парламента, что благодаря хорошей погоде к уборке подошли практически без потерь. Вениамину Кондратьеву и Юрию Бурлачко показали демонстрационные поля научного центра зерна имени Лукьяненко. Здесь высеяны новые высокопродуктивные сорта пшеницы, ячменя и других культур. Сорт новинка. Он внесен в реестр в 2017 году. И уже в этом году всего-навсего прошло 2 года, 3, а уже порядка 70 тысяч гектаров в нашем крае этот сорт высевают. Благодарен, что в крае у нас есть такие ученые. У нас есть огромный университет плеяда талантливых сегодня и селекционеров, и в целом ученых. Но вот наши аграрии, Андрей Николаевич, должны этим пользоваться. И я думаю, что, может быть, надо перестать стесняться, наука не должна быть ради науки. Она для того, чтобы на самом деле мы получали вот такие сорта пшеницы, устойчивые и к болезням, и к различным погодным условиям. Но если мы их получаем, тогда господдержка должна быть тем и только тем, кто максимально прибегает к результатам нашей науки. Государство поддерживает только тех, кто готов эти деньги вернуть рабочими местами, налогами и, конечно, очень знатным рекордным урожаем. Должна быть четкая аргументация в рамках соглашения на господдержку, что обязан сделать тот или иной сельхозтоваропроизводитель, получив господдержку. В первую очередь, еще и номер один, пользуются сегодня рекомендациями нашей кубанской науки. В том числе глава региона посоветовал аграриям совместно работать с учеными над повышением качества зерна. Это, в свою очередь, поспособствует росту экспортного потенциала. Однако поставляться за рубеж в основном должно не сырье, а продукты переработки – мука, масло, крупы. В Сочи задержали водителя-наркомана. Инспекторы ДПС остановили машину марки «Шевролей» для проверки документов. Водитель, 40-летний мужчина, сразу вызвал подозрения. Водитель транспортного средства находился за рулем с явными признаками опьянения, однако пройти медицинское освидетельство отказался. В ходе осмотра транспортного средства было обнаружено несколько полимерных пакетиков с веществом белого цвета. 26 свертков изъяли и направили на исследование. Оно подтвердило – это метадон общей массой более 12 граммов. Возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В Сочи установили памятную плиту в честь видного государственного деятеля Ивана Горемыкина. Памятную плиту установили в завокзальном районе напротив мемориала. Сегодня ее торжественно открыли глава Сочи Анатолий Пахомов, председатель городского собрания Виктор Филонов и начальник сочинского УВД Сергей Огурцов. А епископ сочинский и туапсинский Герман отслужил на этом месте молебен. Иван Горемыкин, в честь которого установлена памятная плита, был министром внутренних дел при императоре Николай II, занимал пост председателя Совета министров. В ходе февральской революции был арестован Временным правительством. После жил в Сочи. Жил семьей на своей даче в районе санатория Заполярье, где в декабре 1917 года трагически погиб вместе с женой, дочерью и зятем при невыясненных обстоятельствах. Впоследствии на месте памятной плиты будет установлена стелла. С набережных Хостинского района уберут прокат самокатов. Об этом стало известно во время обхода главой Сочи районных пляжей. Как выяснилось, пункты проката самокатов разместились у моря без согласования. А набережная должна быть безопасной зоной для прогулок. Именно поэтому запрещен проезд машин городским пляжам. Там, где необходим подвоз продуктов или оборудования, глава Сочи предложил установить шлагбаум, позволяющий проехать только определенному виду обслуживающего транспорта. И то ненадолго и не в пляжный час пик. Некоторые пляжи вызвали нарекания неумелой математикой. От линии воды необходимо отступить минимум пять метров и только потом выставлять платные лежаки и зонтики. Кое-где обсчитались в свою пользу. Это антиреклама. Люди меньше будут ехать, понимаешь? Будут думать, что здесь действительно очень дорого. И все из-за вашего безответственного отношения. Но это не исполнение закона. Глава Сочи поручил немедленно очистить прибрежную линию. Провести работы необходимо и на пляже Солнечный. Там берег отсыпали чересчур крупной галькой. Хотя по технологии в таком случае ее надо класть под верхний, более мелкий слой. Конечно, продвижение в Хостинском районе по пляжным территориям существенное. Мы видим, что и продолжаются работы, пляжи осваиваются, становятся цивилизованными. Видим, что каждый пляж оборудован и туалетами, и раздевалками, и можно ноги помыть. Все это здорово. И считаю, что есть еще над чем поработать. Но для себя я сделал выводы, что через 10 дней мы обязательно вернемся сюда и посмотрим, как работали над ошибками. По крайней мере, мы им рассказали все. И видим, что предприниматели ответственно относятся. Также Анатолий Пахомов поручил арендаторам пляжей установить понятные указатели, где можно найти бесплатный туалет. Эта услуга должна быть бесплатной также во всех прибрежных кафе и ресторанчиках. В случае этим летом не будут работать шесть пляжей. Их собираются капитально реконструировать. Речь идет о зоне отдыха Магрии, базе отдыха Слава Черноморья, муниципальном пляже Прозрачный, пляжах Донские озера и Теона, а также зоне для купания в санатории Юность. Отдыхающим предлагается выбрать другие пляжи – любой из 200, которые есть в Сочи. Все они проверены экспертами и получили паспорт готовности. А сегодня в Сочи встречали гостей из Сербии. Погостить на курорт приехали лучшие ученики республики. Приглашение ребята получили от главы Сочи, который в мае посетил Сербию с рабочим визитом. Приезд делегации из Сербии – это начало большого сотрудничества, в том числе в сфере туризма. Договоренность была достигнута в городе Валево, который посетил мэр Сочи. Тогда же Анатолий Пахомов пригласил сербов на курорт. Первыми приехали дети из четырех городов – Валево, Чачак, Ужице и Новий сад. Это 27 отличников школ. Идея появилась у глав четырех городов и мэра Сочи. Так мы решили объединить детей вашей страны и нашей республики. Мы выбрали отличившихся учеников, чтобы они отдохнули после напряженного учебного года. Я искренне надеюсь, что это будет многолетняя дружба. Впечатления от Сочи и встречи неописуемые. Вы хорошие хозяева. Мы, в свою очередь, будем рады принять в гости сочинских школьников. Две недели юные сербы будут отдыхать в Лазаревском районе. Проживают в местном отеле ребята совершенно бесплатно. Конечно же, они познакомятся с нашим городом Сочи, познакомятся с олимпийскими объектами, узнают о культуре, традициях, обычаях. Поэтому очень насыщенная, интересная программа подготовлена для делегаций из Сербии. Я думаю, ребята будут довольны, потому что в рамках этих мероприятий продуманы и намечены встречи с нашими школьниками города Сочи, знакомства, совместные мероприятия, квесты, мастер-классы. К новостям вернемся после прогноза о погоде и короткой рекламы. Не переключайтесь. 6 июня в Сочи переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 21. Сегодня День эколога России. На площади перед зданием городского собрания Сочи состоялся большой праздник, а затем и награждение лучших экологов города. Настоящее эко-лето. На площади перед зданием городского собрания Сочи развернута экологическая зона активности. Юных экологов и экологов со стажем приветствовали глава города и председатель городского собрания Сочи. Делается немало, предстоит сделать еще больше. Только парки и скверы мы делаем год не меньше четырех. И сегодня мы работаем над тем, чтобы построить набережную по реке Мацеста, соединить эту набережную с нашим теренкуром. Мы работаем над тем, чтобы каждый район, каждый год увеличивал на одну регуляционную зону. И работаем над тем, чтобы каждое дерево, каждое растение было ухожено. Мы вместе с вами сделали и делаем наш город привлекательный, чище, краще, зеленей. Очень много делают наши общественники, потому что на земле нет никаких других сергет, других рук, кроме наших. Для того, чтобы сделать процветающим наш город, нашу страну и нашу землю. И оставить ее для наших будущих поколений такой же прекрасной, чистой и светлой. Празднование было организовано по инициативе комитета городского собрания Сочи по снатольному курортному делу, туризму и охране окружающей среды. Каждая отрасль представила свой проект. Например, эколого-биологический центр бесплатно раздает жителям рыбку Гамбузию, которая ест личинки комаров. Ассоциация «Раздельный сбор» продемонстрировала, во что превращаются после переработки пластиковые бутылки. Сначала на переработке они дробятся в хлопья, промываются несколько раз и переплавляются в гранулу. Из этой гранулы она как полуфабрикат. Из нее можно сделать уже и пластиковые бутылки новые, и одежду, и предметы текстиля. А конкретно из сочинских бутылок производится синтепон и различные виды наполнителя. К осознанному обращению с отходами сочинцы уже готовы. Многие пользуются корзинами для раздельного сбора мусора. Они установлены на улицах и пляжах курорта. Создаются компании, которые начинают заниматься уже сбором, например, пластмассы – отдельная тема. Сбором пятой категории, скажем там, остатки строительного мусора – отдельная тема. То есть рождается та ситуация, когда человеку будет и нужно по осознанию, и выгодно экономически сдавать этот мусор раздельно в компании, которые будут заниматься переработками. Это мы начинаем. Город в этом плане начинает двигаться. День эколога – пожалуй, самый молодой праздник. Его начали отмечать с 2008 года. А дату приурочили ко Всемирному дню окружающей среды. В Сочи сегодня всех тех, кто бережно относится к природе, наградили грамотами главы города и городского собрания Сочи. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Выиграли с явным преимуществом. Сборная России уверенно завоевала Кубок Континента по слэдж-хоккею. Турнир проходил в Сочи. В нем приняли участие два состава сборной России, а также национальные команды Словакии и Германии. Победителем стала первая сборная России, которая не только выиграла все три матча, но и не пропустила в них ни одной шайбы. Несмотря на почти трехгодичное отсутствие на международной арене, россияне остаются одной из сильнейших сборных Европы и после ноябрьского чемпионата мира имеют отличные шансы вернуться в элиту мирового слэдж-хоккея. Следом за первой финишировала вторая сборная России, ее ближайший резерв. Со счетом 7-1 она обыграла команду Германии. Немалая заслуга в этом 19-летнего нападающего Владимира Рычкова, который вышел на лед в свой день рождения. Эмоции, конечно, сегодня захватывали, тем более первый раз со сборной Германии играли. Для меня, конечно, позитивные эмоции. В заключительном матче первая сборная России уже в ранге победителя турнира встречалась с командой Словакии. По сути, единственным вопросом оставался, пропустят ли россияне на кубке хотя бы одну шайбу. Но россияне вопрос закрыли. И красиво. Победа над Словаками 17-0. У нас была установка, чтобы сыграть в сухую, чтобы ни одного гола не пропустить. А чтобы там выиграть с таким счетом, конечно, нет. Ну, просто все ребята кураж поймали и играли, тем более для болельщиков. И по телевизору смотрят. Хочется, чтобы люди увидели, что такое слэш-хоккей и заинтересовались им. И как бы, чтобы слэш-хоккей с каждым годом все больше и больше развивался. После матча состоялось награждение лучших игроков турнира. Лучшим нападающим был признан Дмитрий Лисов, команда «Россия-1». Лучшим защитником – Алексей Лысов, «Россия-2». А лучшим голкипером – Симон Кунст, сборная Германии. Также все болельщики смогли сфотографироваться с главным трофеем турнира – Кубком Континента. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. В Сочи стартует юбилейный Кубок Европы по Тхэквондо на татаме Дворца спорта «Айсберг». Уже в четверг, 6 июня, выйдут более тысячи спортсменов. Представители 25 стран будут состязаться в звании сильнейших. Соревнования пройдут по индивидуальным и командным дисциплинам Тхэквондо. Технический комплекс, спарринг, силовое разбивание, специальная техника, традиционный спарринг. Впервые за всю историю Тхэквондо Кубок Европы проводится в нашей стране. Это заслуга спортсменов, которые неоднократно радовали своими победами на международной арене. В нашу национальную сборную входят многократные чемпионы Европы и мира. В планах у Федерации Тхэквондо Краснодарского края выиграть право провести в Сочи в 2022 году Кубок Мира. На нынешний же турнир вход для зрителей свободный. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте. ФКТ.ком. Смотрите нас в кабельных сетях «Радисц» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе «Вконтакте». И заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии «Блэйн Гагабешия». Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok